Идем к бомжу Даниилу. Бомж Даниил. Это когда-то была визитная карточка моего канала. Значит, я вам расскажу, что случилось за это время, пока мы не следили за его жизнью. Частично это по моей вине, а частично по вашей произошло. Частично по вине обстоятельств. Короче говоря, бомж Даниил. В последнем видео, которое я про него снимал, если вы смотрели, называется Воскресенье бомжа Даниила. Бомж Даниил имел глупость выебываться целой котлетой бабла, показав, что его доход в разы превышает мой собственный. Ну и как большинство людей, рождившихся в 90-е, у меня возникла мысль убить бомжа Даниила, расчленить аккуратно, скормить рыбам его труп. И ему же на карточку приходят деньги регулярно. Эту карточку присвоить. Да, вам не понять, если вы родились позже 90-х. Здорово, брат, это белый. Я решил, что я ему буду продавать свой самогон. У меня 9 литров самогона. И он с этой карточки мне будет платить, потому что он все равно водку покупает. Дешевую, отвратительную, разбавленную до 20 градусов водку в пластиковых бутылках. Только уж лучше пусть он мне платит эти деньги, правильно? За самогон, который я делаю для себя. Вот можжевельник. Этот еще не созрел. Этот практически готов. В рамках проекта джинн для бомжа Даниила. Фильтрую по 10 раз через уголь. Там на всех уровнях перегоняю, как надо. Все по книге стараюсь делать. Водичкой, блядь, родниковой разбавляю. Вот. И бомж Даниил сказал по рукам. И я стал таскать ему. Он говорит, ну сейчас нету, вот первого числа придет, короче. Первого числа упадет на карту. Вон дом бомжа Даниила. Но чтобы туда попасть, нужно обходить. Вот здесь украинский бизнес. Они не любят, когда лазишь через забор. Потому что думают, я хочу у них что-нибудь открутить. Украинцы ребята хозяйственные. Вот. Поэтому придется идти со стороны железной дороги. Вон оттуда. И увидите сами, короче. Время делать рябиновку для бомжа Даниила. Он говорит, первого числа придут бабки, я с тобой разведу. Вот. И я сказал, супер. Я тебе верю. Ты человек проверенный. У тебя хорошая кредитная история. И стал таскать ему самогон. Причем я его заливал, этот свой самогон уже готовый. Настоянный на Джек Дэниелсе. В бутыле от яблочного сока, полуторалитровый. И если я пью сам, мне этой полуторалитровой бутыли, ну, хватало на, я не знаю, дней 10. А бомж Даниил стал за два дня такую ухуячивать. Как рыба он пьет, как говорят по-английски. Вот. Дайте дорогу перейдем. Самой последний остаток самогона от 9 литров, что осталось, он дольше всего настаивался на вот этих знаменитых бочках от Джека Дэниелса. И он потрясающий. Сейчас поздравим бомжа Даниила с Рождеством, потому что забыли мы совсем о нем. Вот. Я подумал, слушайте, какой бизнес. Я могу лазить по мусоркам магазинов продуктовых. Брать фрукты оттуда. Делать самогон. Остатки этих продуктов, найденных. Отдавать бомжу Даниилу. И за это брать с него бабки. Ну, блин. Вы поймите меня тоже, я взрослый парень. Хочется какую-то карманную мелочь иметь. Вот. И я стал это делать. Сделал еще одну партию самогона. Наступает первое число. Он уже высосал у меня бутылей, наверное, пять. Плоский это у тебя мозг. Плоский это у тебя юмор. Земля, мудак ты, квадратная. Потому что у нее четыре стороны края. Четыре времени, блядь, года. Получается четыре, уба. Таких четыре с половиной пять, да. Я новую партию уже поставил. Не только поставил, перегнал. Поставил на стружечки. Кажется, да, да. Если отвлечься. Если отвлечься немного от темы, то пожарка едет. Если отвлечься немного от темы. Я за тот период перегнал из кукурузы. Я нашел, блин, килограмм двадцать кукурузных початков в мусорке. Я сделал... Я начал из груш, потом из кукурузы, потом из дыни и яблок. Короче говоря, как получилось по вкусу и по крепости, самая лучшая из кукурузы. Она просто бродила, как просто безумно. Я сварил эту кукурузу и в этой воде прямо поставил. С дыни и с яблок тоже очень быстро бродила. Никогда не делайте самогон из груши. Из нее выделяется какая-то клейкая херня и, блин, все. Он начинает бродить не как будто в живой воде, а как будто в каких-то прослойках между медузами. Получается вкусный, хороший самогон, но так долго бродит. И раз, два, три прихлопа. Раз, два, Короткая дорога к бомжу Даниилу. Мы должны осмотреться. Антисвай, полицай нас совершенно не устраивает сейчас. Так. Ну и, короче, говорят, что происходит. Наступает первое число. Бомж Даниил разводит руками. Не пришли бабки, короче. Ты хочешь ударить? Я сделаю ему предложение с тобой. И я начинаю думать, блядь, неужели он меня разводит? И не могу поверить. Да как же так, блядь? Можно со мной, я же стараюсь. Вперед даю все. Да я ему столько всего перетаскал. Мне еще чувак один раз с Израиля перевел 50 долларов с Израиля. Посмотрел кино про бомжа Даниила и перевел. Меня вообще тогда я не просил, ни донейшн, ничего. И для меня это был так приятный, такой сюрприз. Так. Я так хотел на себя истратить, я на себя не истратил. Я купил Даниилу всякого барахла на эти деньги. Вот. И тут, получается, он меня кидает. Я в таких расстройствах. А Даниил сам, короче, на него начинают сказываться уже вот эти литры выпитые. он начинает вести растительный образ жизни. Можете ли я называть Джеймс? Это Джеймс. Не выходит со склада. Блюет, короче, рядом с постели. В общем, получается, что я убиваю бомжа Даниила своим продуктом. Он в такой плотняцкий запой впал, что пиздец, короче. И мне сын говорит, слушай, наверное, хуёвая карма, да? Не надо тебе это делать. А я думаю, а как тебе, сынок, объяснить? Вот завтра ты попросишь новые кроссовки, да? Старшеклассник же. А я что тебе скажу? Карма хуёвая у меня? Или что, я руками разведу и буду объяснять, почему я не могу тебе купить? Так же тоже не катит. Вот. И, короче, выясняется, тут гавермент, то есть правительство США уходит практически в дефолт. Это был жёсткий пиздец. Республиканцы хотели повалить Байдена, ну и правда, пришло время экономически. Но если в дефолт, ну и в США, вы представляете, что по всему миру творилось? какой ад. Вот. И это дефолт всем, кому, значит, ну, бесплатникам, подгузникам, пенсионерам, инвалидам, дефолт, короче, дал это. Отсрочку платежей ихних до 15-го, с первого. И я читаю это в газете, думаю, ой, слава богу. Я не так обрадовался, что получу бабки, как обрадовался, что Даниил меня не наёбывает. Если вы понимаете, о чём я говорю. Так, вот его логово, короче. Сейчас зайдём, и я продолжу рассказывать историю. Вот эти бутылки ещё. Вот это я перцовочку делал, помню. Мой фонарик. Он положил сюда, чтобы я зарядил. Так, надо залезть. Сперва. Тут, возможно, темно. Где Даниил? Вот, бутылочку мы ему поставили. Вот, видите, он начал ходить по футбанкам. То есть там, где бомжам дают бесплатно еду. Немножко он свои дела улучшил. Ну, блин, рис ему, конечно, они дали сырой. Зря. Ну, хоть какие-то консервы, макароны, журнальчик. Он ведёт нормальный образ жизни, я смотрю. Он привёл порядок, всё, притащил откуда-то. Кто-то выкинул гирлянды, он приволок гирлянды. Я вижу. Я ему подарил комбинезон прикольный, а я же ему ещё печенье принёс. Крисмас. Дети не стали есть. Вон какие. Бомжи Даниилу с праздником. Надеюсь, мыши не доберутся до его прихода. Вот. Это поздравление ему. Так, видите, он обувь раздобыл на зиму. Вот это мои туфли, вот это мои кроссовки, мои тапочки. Так. Мои вот те кроссовки сиреневые. Чё тут ещё нового у Даниила? Варенье ещё с лета, которое я ему давал. Вот он, вот это был его старый мешок, он блевал, он всё, короче, завонял. Мне стало с ним противно общаться. А куда девать самогон? Я всё равно таскал ему самогон и всё ждал, что говермент заплатит, наконец ему. О, он собирает эти. Он собирает теперь алюминиевые. Это, как, знаете, в советское время бутылки собирали. Пустые. А тут сдают алюминиевые эти. Ну, за какие-то копейки. Случилось-то в чём? Беда-то какая. Видите, вот это он тут готовит, кушает. Случилась беда такая. Ему отрезали нахуй. Всё вот это. Помните, что он хвалился на видео? Кто-то из вас смотрел, да? Моё видео. И сглазил нахуй его и меня, блядь. Вот мой пиджак. Видите, у него новая постель, новый матрас откуда-то приволок, новый спальник. Может быть, дали в каком-нибудь центре, знаете. может быть, купил. И он, короче, айпэд, да, мне свой даёт. Он уже пиздец испитый весь, убитый, нахуй. Даёт мне айпэд свой. А чё толку от его айпэда, если на него ничего нельзя ставить, ничего нельзя стирать. И он, блин, зарегистрирован на Министерство обороны. Вот. И я, короче, набрал. Ну, молодец. Короче, он, с ним всё в порядке, я думаю. Ну, ребята, я когда говорю, прошу какие-то, знаете, подписку вот эту делать. Становиться спонсором канала. Вы не думайте, что это я всё придумываю и себе всё хочу забрать. Вы поймите мою ситуацию. Я готов, блядь. Бомжу продавать был самогон, чтоб хоть чё-то зарабатывать. И то не получилось у меня. Видите, я такой, блядь, бизнесмен. Когда-то в молодости у меня очень даже не дурно получалось. А сейчас может быть, по гороскопу не совпало. Велосипеда нет. Он где-то странствует. Вот, видите, он вот здесь собирает воду, бреется и так далее. Дай бог ему здоровья. Ну, маленький привет мы ему передали. Пошли обратно. Вот такая история, ребята. Поэтому, да, если вы подписались, то есть стали спонсором канала или закинули какой-то донейшн, то часть попадёт и сюда. Я, он, конечно, у меня в приоритетах не стоит выше, чем мои дети, да. но, ему тоже что-то перепадёт. Ему отрезали эту пенсию, то есть, ему платят что-то, но ему платили с двух сторон, а теперь только с одной стороны и, по-моему, реже. Я уже не спрашиваю, но я вижу, он не наёбывает, потому что, когда ему шли те бабки, я видел у него с ресторанов, он приносил еду заказывал, блядь, у него были коробки delivery, блядь, прикиньте. Я думаю, ну, сейчас я тебе всё под себя подо мной, доставки эти, а ты будешь платить мне, какая разница. И не сложилось. Вот так. Оставайтесь со мной, оставайтесь с бомжом Даниилом, подавайте нам на пропитание по возможности, потому что не все в Америке ездят на Мерседесе. Есть те, которые вот так ходят через мусорки. Не ради приключений, а практически в повседневном режиме. Хорошего настроя. Вот така у нас хуйня малята. Добранич. Джефф Питерс как персональный магнит. Джефф Питерс сделал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарльстона, штата Южная Каролина. Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля. Жил впроглость, дружил со всем светом и на последней медики играл в орлянку судьбой.